Цена человеческой халатности может быть слишком высока. В нашем эфире мы уже рассказывали о судьбе Светланы Никоновой, которая после ДТП стала инвалидом и теперь не может ходить. Около года девушка ждала операции. Врачи областного госпиталя, обследовавшие Светлану еще в декабре, сделали заключение, что воспалительное заболевание костей таза требует неотложного лечения. В конце июня областной департамент здравоохранения направил девушку в Центральный институт травматологии и ротопедии. Но оказалось, что столичное лечебное учреждение нужную операцию сделать не может. Начали делать обследование. Когда врач подошел нос, сделал это с новой снимки и сказал, что таких операций там не делают и вообще не по той части. Должны были лечить устью милита, направили с позвоночником. И причитать департамент направил нас не туда и не по той болезни. Светлану и ее друзей подобная новость шокировала. Заболевание прогрессирует с каждым днем. Температура не спадает, раны становятся глубже. В течение двух лет девушка перенесла 18 операций и ждала еще одну – заключительную. Собирали эти документы достаточно долго. Процесс получения квоты тоже был не маленький. Когда ее получили, была очень большая радость и надежда того, что наконец-то свершится чудо, в свете сделают операцию. И есть надежда на то, что она встанет наконец-то. А сейчас неизвестно, чего ждать. Я даже не знаю, куда нам двигаться дальше и что делать для того, чтобы случилось вот это чудо, которое мы так ждали. В департаменте здравоохранения новость о том, что у московского медучреждения нет опыта для проведения операции, вызвала неподдельное беспокойство. Мы смогли получить от чиновников следующий комментарий. С нашей стороны была убедительная просьба к специалистам федерального учреждения, чтобы ускорить сроки оказания данного вида помощи. Институт принял решение о госпитализации Светланы на 25 июня. В результате того, что они там провели консилиум врачей, и консилиум врачей принял решение, что в данном случае операция на самом деле проводиться в институте не может. И в принципе федеральная клиника, когда мы направляем пациентов на лечение по высоким технологиям, они уже на месте могут принимать решение, проводить данное оперативное вмешательство или нет. В настоящее время мы не получили еще заключение из федерального института. Мы ждем это заключение, и уже после того, как мы получим это заключение, будем разбираться в этой сложившейся ситуации и оперативно решать эту проблему. Таким образом, вопрос о том, что кто-то что-то напутал с диагнозами, чиновниками во внимание не принимается. Но в департаменте ситуацию пообещали прояснить и приняли решение направить Светлану в госпиталь на очередное обследование. Вопрос о том, как сложилась подобная ситуация, пока остается тайной. Но сейчас даже не это главное. Важно, чтобы чиновники как можно скорее осознали, что скрывается за скупой формулировкой диагноза и отнеслись к чужой боли, как к своей. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.